Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. В прошлом видео мы разобрали, что такое падеж и как мы можем использовать именительный падеж в речи. Сегодня мы поговорим о втором падеже, родительном. Родительный падеж отвечает на вопросы кого, чего. Кого это одушевлённые существительные, чего неодушевлённые существительные. Чтобы вам было проще использовать родительный падеж, добавляйте перед вопросом слово нет. Нет кого? Нет чего? Итак, попробуем? Опять возьмём простое слово кот, как в прошлом видео. Нет кого? Нет кота. А в конце слова мы добавляем А. Следующий пример. Нет чего? У меня нет машины. Маши-ны. У меня нет машины. Машина это неодушевлённое неодушевлённое существительное. Поэтому мы задаём вопрос чего? У меня нет чего. Машины. Видите, намного проще, когда мы задаём вопрос нет чего? Нет кого? Но как понять, какое окончание мне нужно нужно добавить к слову? Рассмотрим сразу на примере. Для начала возьмём мужской род, так как окончания разделяются по родам. Итак, например, мужской род. Слово кот. Нет кого? Кота. Почему А? Потому что последняя буква Т. это согласная буква. После согласной буквы в мужском роде мы ставим букву А. Другой пример. Слово водитель. 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 Нет кого? Води-те-ля. Я. Почему мы поставили в конце букву Я? Потому что в конце слова Водитель мы видим мягкий знак. Води-те-ль. 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 В таком случае мы добавляем вместо мягкого знака букву Я. Нет води-те-ля. 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 Следующий пример. Слово чай. 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 Последняя буква Й. Если вы видите последнюю букву Й, её нужно заменить на Я. Нет чая. Именительный падеж. Чай. Родительный падеж. Нет чая. Чая. Итак, закрепим то, что мы уже узнали. Рассматриваем мужской род. Всё просто. Всего лишь три правила для мужского рода. И сразу практика. Например, слово стол. Стол. Что мы видим в конце этого слова? Буква Л. Это согласная буква. Значит, добавляем с букву А. Нет стола. Нет стола. И вот вы уже применили знания на практике. Теперь женский род. Сразу посмотрим, например, слово пища. Пища. Мы видим, что в конце буква А. Это гласная буква. Нам нужно смотреть на согласную перед А. Это Щ. Щ. Ну что же, если мы видим согласную букву перед гласной, то мы просто меняем последнюю букву на И. Нет пищи. Нет пищи. Сейчас на экране. Сейчас на экране вы увидите список согласных. Конкретно после них мы ставим букву И в родительном падеже. Нет пищи. Щ. Мы видим её в списке этих букв. Значит, мы ставим И. Пищи. Для остальных согласных мы ставим букву И. Пример. Слово Луна. 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 Эн. Эн. В этом списке её нет. Нету. Это значит, что мы добавляем И в конце. Нет луны. Нет луны. Просто ведь запомнить. Если вы видите согласный из этой группы, значит, значит вы ставите И. Если нет, то есть все остальные, значит это И. Слово МАМА. МА-МА. МА-МА-МА. Мы видим, что перед А стоит буква М. М. В этом списке её нет. Значит, мы ставим И. Нет МА-МЫ. МА-МЫ. Все просто. А что нам делать, если в конце слова МА-МА-МА-МА? Слово Ель. Ель. Если в конце слова МА-МА-МА-МА, то мы ставим букву И. Нет ели. И последний средний род. Здесь всё элементарно. Если слово заканчивается на букву О, то мы меняем последнюю букву на А. Колесо. У меня нет колеса. Нет колеса. Если последняя буква Е, то мы меняем её на Я. Например, море. Оно средний род. Видим в конце Е, значит, ставим Я. Нет моря. Нет моря. Есть ряд существительных, которые являются исключением. И они не изменяются по падежам. Сейчас я приведу вам пример нескольких таких существительных, чтобы вы постепенно запоминали их. Например, кафе. Именительный падеж. Кафе. Родительный падеж. Тоже кафе. Нет кафе. Кафе. Именительный падеж. Кафе. Родительный тоже кафе. У меня нет кафе. Это слова-исключения, и вам просто нужно их запомнить. Итак, мы рассмотрели родительный падеж. Самый главный тезис. Он отвечает на вопросы КОГО, ЧТО. Чтобы было удобнее использовать, перед вопросом мы добавляем слово НЕТ. Нет КОГО. Нет ЧЕГО. Напишите в комментариях, продолжать ли подробно объяснять падежи. Интересно ли это вам? Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите любые ваши комментарии. Я желаю вам хорошей недели, удачи в изучении русского языка и всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания.